Какие профессии самые востребованные в округе и какие специалисты понадобятся региону спустя 10 лет? Ответы на эти вопросы искали на круглом столе по подготовке кадров и развитию системы образования. Встреча работников образования, работодателей и центра занятости населения прошла в рамках первого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» движения WorldSkills Russia. Дисбаланс на рынке труда – давняя проблема в Нинецкого округа. Пока в профессиональных образовательных учреждениях готовят экономистов и менеджеров, работодатели не могут найти себе опытного повара, слесаря или машиниста-бульдозера. По анализу наших и на совместной работе, так скажем, центра занятости, на руководителей образовательных организаций профобразования, примерно на сегодняшний день высвечивается 14 основных направлений подготовки. Самые востребованные на сегодня вакансии включают как рабочие, так и дополнительные профессии и специальности. Это водитель, кочегар-котельный, плотник, тракторист, технолог, электромонтажник, врач, фармацевт, помощник-воспитателя. Среди востребованных профессий – оленевод и чумработница. Своевременно готовить кадры для рынка труда возможно в тесном взаимодействии образовательных учреждений и работодателя. Такую практику применяют в социально-гуманитарном колледже имени Ваучейского. Все детские сады города и округа, они взаимодействуют вместе с нами в подготовке специалистов, предоставляют нам свои площадки и всегда ведут работу с нашими практикантами. Сегодня у нас из 10, например, детских садов города заключено 8 договоров на подготовку специалистов, на проведение занятий, практик. Отслеживать актуальные вакансии и готовить по востребованным направлениям готов и аграрно-экономический техникум имени Волкова. Учреждение разработало и подготовило к лицензированию две программы – поварское и кондитерское дело и повар-кондитер. При получении лицензии в сентябре 2017 года мы планируем начать обучение по ГОС-150 по названной специальности поварское и кондитерское дело. Единственное, что мы будем принимать студентов на небюджетной основе, в очной форме обучения на базе основного общего образования. Итогом совещания стала резолюция, в которой отражены совместные действия работодателей и учреждений образования по выравниванию спроса и предложения кадров на рынке труда.